Привет, друзья! Этот ролик будет не совсем обычный. Он будет о том, как дела с оружием отстоят здесь, в Грузии. Я обо всем узнал и об этом вам расскажу. Вы знали, что в Грузии можно спокойно купить себе пистолет для самообороны? Можно купить даже 100 пистолетов, если вам так хочется. А вы знали, что когда в 2003 году принимался местный закон об оружии, то в парламенте и особенно в правоохранительных органах были мнения за категорический запрет на нарезное и особенно короткоствольное оружие, так как это неминуемо приведет к массовым перестрелкам и кровь потечет по улицам Грузии. Тем не менее, закон был принят, а крови не потекло и уличные перестрелки так и не начались. Грузия является одной из самых вооруженных стран на постсоветском пространстве по количеству гражданского оружия на душу населения. Законы здесь некоторые просто отличные, а некоторые странные. В частности, есть ограничения на количество перевозимых патронов, не более 50 штук. Это вообще там мало. Мы знаем, в России было когда-то 400 до 2017 года, после 2017 года 1000 штук. Как раз то, что нужно для тренировочного процесса и для сборов. Есть здесь право, например, носить оружие с собой, но ты должен быть бывшим силовиком, это значит, бывший МЧСник, НЗМВД из армии и не меньше майора. То есть, если ты до майора не дослужился, и права носить оружие с собой у тебя не будет. А так, если дослужился, то многие ушедшие в отставку военные тоже могут носить оружие с собой. Мне даже довелось увидеть пример скрытого ношения прямо на оживленной улице. Жалко, что я не успел сразу включить камеру. Человек нес пистолет, который виднелся из-под его футболки. Мой опытный взгляд сразу выделил его из толпы. Видимо, это был майор. Вообще, вот такая идея. Почему оружие можно носить тем, кто от звания майор? Почему нельзя тем, кто лейтенант, в конце концов, рядовой этих людей и так допустили до оружия? Они, предположим, 25 лет работали и с этим оружием находились практически все служебное время. Как только они уволились, оружие забирают. Причем майору можно и выше, а другим нельзя. Мне кажется, это какой-то пережиток советского прошлого или что-то в этом роде. Ну, то есть деление людей на особых. Как будто дело в звании, а не в навыках человека. Не в умении, не понимании оружия, не в уважении к оружию, а именно его какой-то значимости. Несмотря на то, что в Грузии разрешены пистолеты, в отличие от многих стран, в том числе в отличие от России, но здесь большие проблемы с инфраструктурой. Как вы понимаете, если нету стрельбищ, если тебе негде использовать этот пистолет, он должен лежать у тебя постоянно дома, ничего хорошего от этого не получится. Поэтому, безусловно, одна из самых больших проблем Грузии – это отсутствие стрелковой инфраструктуры. Вместо полноценных стрельбищ в стране есть несколько тиров. В основном они находятся в Тбилиси. Вот именно в такие тиры ходят те, кому интересно оружие, и те, кто хотят получить хоть какую-то практику. Я прошелся по этим тирам и посмотрел, что же там предлагают. В Грузии есть интересная вещь. У людей может быть хоть 100 пистолетов дома, но проблема в том, что они не могут их возить, вообще вывозить из дома. Они все время 100% должны находиться дома. Если вы хотите пострелять из своего собственного пистолета, то сделать вы это можете только, наверное, в результате необходимой обороны у себя на участке или квартире. Поэтому, когда вы приезжаете в тир, вы должны пользоваться арендным оружием. И доступно, в принципе, довольно много разных видов оружия, но сейчас есть проблемы с доступом патронов. Многие патроны отсутствуют просто из-за всемирного дефицита и дефицита в Грузии. В данном случае можно пострелять, например, из Смит-Нвесна. В наших тирах, как вы знаете, в основном Глоки и Чезэте. Здесь вы в Грузии, если приехали как турист, можете попробовать другие пистолеты. Обычные люди, которые не имеют наука безопасного обращения с оружием, стреляют в пределах таких стрелковых позиций. Но те, кто увлекается практической стрельбой, имеют достаточный опыт, они выходят туда, на площадку, и могут организовывать упражнения. Насколько я знаю, в Грузии в ближайшее время появится практическая стрельба, как вид спорта. Правда, все не так гладко из-за того, что сначала был коронавирус, потом проблемы с дефицитом патронов, а сейчас еще и война. И все это вместе, конечно, тормозит развитие и практической стрельбы, и вообще стрелкового спорта во всех странах, и Грузия в этом смысле не исключается. Цены на патроны здесь плюс-минус такие же, как сейчас в России. Но раньше в России цены были более доступные, здесь были патроны более дорогие, но теперь общая цена выровнялась. Естественно, в тире, особенно в российском, да, вы будете платить приблизительно 30 рублей за патрон. Здесь в переводе на рубли будет где-то 35 рублей за один выстрел. Я приехал в другой тир. Кстати, такие тиры находятся прямо при оружейных магазинах. Это скромные по своим характеристикам объекты, очень небольшие, с дистанцией около 20 метров. Здесь есть специальные позиции стрелковые. Естественно, никакой тактики или IPC здесь не устраивает. Человек стоит спокойно, стреляет в сторону мишени на точность. Такая стрельба есть, в принципе, во многих странах. Кстати говоря, в Китае тоже последние годы разрешили стрелять из огнестрельного оружия, только там все по-другому устроено. Там ты стреляешь из пистолета, который привязан с цепями, и ты не можешь физически направить оружие влево и вправо. Он сугубо ориентированно в сторону мишени. С тобой на дистанции 4 сантиметра находится инструктор, и он за тебя все делает. Ты только, по сути, нажимаешь на спусковой крючок, и люди, как правило, не рассчитывают никуда попасть. Они наслаждаются от самого факта выстрела. Бах! И они очень довольны. Итак, я там наверху видел группу. Дистанция 18 метров? О, 18 метров. Я видел там группа вот такая вот, на 18 метров. Я так стрелять никогда не смогу. Посмотрим, на что я способен. Сейчас мы дадим возможность с Антону посоревноваться. Антон, когда ты со сведением расстрелял? Последний раз стрелял из чемпионского пистолета Эдуардо Де Кубаса. А, кстати, хорошо стрельнул, тогда я его... Давай из-за того же пистолета. У меня с блоком проблемы сразу придут. Да ладно, тебе оправдаться. Обычно в наших тирах, когда стреляешь, по ушам бьет. А здесь довольно тихо получается из-за того, что... Вот даже слышно, да? Я разговариваю и никакого эхо нет. Классная идея для других тиров, особенно где оборудована одна стрелковая позиция, по-моему, надо использовать. Классная вот эта поролоновая шумоизоляция. Кстати говоря, в таком тире может подстрелять практически любой человек, а не только гражданин Грузии. Здесь вас не попросят справки из вен-диспансера или специальной формы 86У, которая получается в полнолуние в високосный год. Просто предоставьте свой паспорт, заплатите за патроны и шуруйте в галерею. Грузия собирается стать частью европейского сообщества. Соответственно, должна соблюдать определенные требования в европейском сообществе и в Евросоюзе. Но с другой стороны, Грузия – это Кавказ. А на Кавказе к оружию всегда было особенное отношение. Я побывал в доме мастера по изготовлению традиционного оружия. Не сувенирного, а самого настоящего оружия, которое, несмотря на свою красоту и изысканность, сохраняет все качества боевого клинка. Кинжалы ручной работы и даже пистолеты старинной конструкции. А ему 83 года, между прочим, моему мужу. А мне чуть-чуть меньше. Это заготовки для клинков, да? Специальный металл. И пистолеты делает, и сабли делает, и эти сделает, щиты делает. Это дает дух мужества. Это все ручная работа. Кинжал кавказский знаменитый. Это серебро. Таким оружием можно спасти мир, потому что красота спасет мир. Но раньше я думала, что этим можно убивать. Но он является Чокосани. Это что такое? Общество в Грузии, вот посмотрите, он рядом с патриархом стоит, мой муж. Вот, патриарх и он. И это общество, как потом мне, значит, он объяснил, что оружие носит Чокосани для того, чтобы обладать собой. Оружие как элемент духа. Оружие как элемент духа. Интересный взгляд на вопрос. Обычно законы не рассматривают вопросы духа. Да и вопросы совести тоже на втором плане. По большому счету, сегодня законы превращаются в сложные и запутанные конструкции, где в преамбуле есть некая высокопарная декларация. Но далее в его пунктах и параграфах порой теряется главная идея закона. Справедливость. Со временем они становятся сухими текстами без души. И иногда кажется, что закон пишут не для полноценного гражданина и человека, а в расчете на слабых, малодушных и зависимых людей. Из законов вымывается доверие к человеку. В них все больше рамок и ограничений. Словно спрашивают, зачем вам свобода? Вы с ней не справитесь? Нам виднее, как вам жить. Ну, это небольшое отступление. И все же, в Грузии законы об оружии имеют больше доверия к человеку. Наверное, это естественно для местной культуры. Например, национальный костюм. Если у каких-то народов акцент сделан на какой-нибудь вышивке, то здесь все по-другому. Грузинский женский костюм отличается грациозностью. Платья длинные, нарочито подчеркивающие талию, но при этом благородные и целомудренные. А вот мужской костюм, это в первую очередь костюм воина. В нем кинжал – ключевой элемент, а на груди патронтаж с газырями, зарядами для ружья. Это костюм воина. Что значит забрать у грузинского мужчины оружие? Если даже предлог будет благожелательным, чтобы, например, дети не поранились, или чтобы вы сами себе не навредили. В разговоре с местными я не раз слышал о том, что когда коммунисты забирали у грузин оружие, те все равно его сохраняли, даже если его приходилось прятать. Забрать у мужчины и у воина оружие – это унижение, а предлог для этого просто лицемерие. Оружие – это неотъемлемая часть местной культуры. И это видно во всем. В одном только районе Тбилиси я насчитал больше оружейных магазинов, чем во всей Москве и Московской области. Через символы оружие здесь можно встретить везде, даже в церкви. Грузия с ее непростой историей пережила самые тяжелые времена. И на этой земле пролито много крови. В том, что Грузия осталась на мировой карте по сей день, самую значимую роль сыграла воля людей отстаивать свою культуру и вообще право на жизнь с оружием в руках. Это читается и через памятники, и на иконах. Интересный факт. Вот здесь есть такое место, ну, что-то вроде крепости, вроде музея. Но при этом здесь нигде нет людей, тыкающих в тебя палкой, говорящих, сюда проход запрещен. Это не трогайте. Если потрогаете, то вам будет штраф. А вот здесь нету перил, например. И высота достаточно большая. То есть навернуться можно легко. Но, наверное, идет расчет на то, что люди сами себе хозяева, у них есть голова на плечах, и они способны подумать, куда им нужно лезть, а куда им не нужно лезть. Видимо, логика в этом. Мы прошлись по оружейным магазинам здесь, в Тбилиси, и оружейные магазины здесь показали, ну, настоящее, большое разнообразие, я бы сказал, даже изобилие. Ну что, поехали? Чтобы сравнить цены в мире, используется индекс Биг Мака. Сравнивают, сколько стоит этот бургер в разных странах. В оружейном мире для этого хорошо подойдет Глок 17. Например, в США за него в среднем просят 500 долларов. Так сколько же стоит 17-й Глок в Грузии? Тут средняя цена с прилавка около 750 долларов. При этом он есть в наличии практически везде. Ну что, вы бы себе взяли Глок за 50 тысяч рублей? Ну вот и я бы не взял, ибо кто же мне его продаст? Вообще, для нашего небалованного взгляда, здесь очень много всего яркого, привлекательного и интересного. Европейские и американские карабины, в том числе, кастомизированные и для тактики, и для спорта. Револьверы, пистолеты, разные экзотические дробовики. В частности, вот такой вот дробовик Килтек. Чем он интересен? Ну, во-первых, это условный буллпап. Хотя здесь магазин находится впереди, но окно заряжания и патронник находятся за рукояткой. Соответственно, здесь два магазина. Первый и второй. И заряжается по отдельности. Причем вы можете прямо в ходе стрельбы переключаться с одной подачи на другую. Наверное, не так удобно его заряжать, но тут, как говорится, зарядился в начале недели, и стреляй потом не задумывайся. В каждом магазине по 12 патронов. 24 в магазине плюс один в патроннике. 25 патронов. У нас некоторые охотники за год столько выстреливают. Но если вам слишком длинно, то вы можете посмотреть себя. Вот такой вот ствол. Это похоже, но коротенький, да? Без всяких дульников, зато со встроенным фонарем. Можно возить в машине. Перезаряжается, как любая помпа, но с помощью вот этой рукояточки. И, несмотря на его компактность, угадайте, сколько здесь вмещается патронов. 11. На мой взгляд, именно для тех, кто интересуется не охотой на разную птицу, а тех, кто любитель оружия и предполагает некую виртуальную самооборону, да? Это оружие хорошо для перевозки в машине. Но в России у нас в машине перевозят оружие отдельно от патронов. Не в цели самообороны, а на охоту. А в Грузии перевозка оружия тоже имеет свою специфику. Каких-то особых ограничений на тюнинг оружия нет. Поэтому отдельно компоненты для тюнинга вы можете свободно приобрести. Сколько вы, говорите, продали за последнее время? Штук 100. Не знаю. Что, что? Тресунка стволов, которые можно носить с собой. А сколько такой стоит? 3500 лар. Это 1 доллар, где-то 800 долларов. 800 долларов. Есть? Есть, да. Для ДТК. Обратили внимание? Резьба на стволе для ДТК, а не для глушителя. Что, кстати, в Грузии с разрешением на глушители, или так называемые супрессоры, или ДТК закрытого типа. Вот что сказано в законе. Запрещается использование в качестве гражданского и служебного штатного оружия приспособлений, используемых для поглощения звука выстрела. То есть здесь несколько иная формулировка, чем в российском законе об оружии. То есть установлен запрет не только на сами глушители, но и на любые приспособления, которые поглощают звук выстрела. Кстати, я делал разбор о том, разрешены ли глушители в России. В конце этого видео будет ссылка на тот ролик. Если вам интересно, то посмотрите. Не все так однозначно. Что касается калибров, то разрешены практически все ходовые калибры. Тем не менее, по факту есть ограничения на особо мощные калибры типа 12,7 миллиметров. Да, тот самый 50 BMG для охотничьего баррета вы уже купить не сможете. А в России, кстати, сможете. А вот еще любопытное ограничение. Запрещено использование длинноствольного автоматического огнестрельного оружия. Такс. Погодите, я что-то не понял. Давайте прочтем еще раз. Запрещено использование длинноствольного автоматического огнестрельного оружия. То есть получается, что использование короткоствольного автоматического оружия разрешено? Хм, что ж. Если, например, в России знаки простреливают, мы знаем об этом, в Техасе простреливают только в путь, в Грузии тоже знаки простреливают. И простреливают их здесь из пистолета. Единичные отверстия 9 миллиметров. А в Турции, например, знаки стреляют мелкой дробью. Может, потому что она самая дешевая и доступная. Друзья, не стреляйте в знаки, потому что, ну, это неумно. И вообще можно оружия лишиться. Во-первых, есть тиры несколько. Во-вторых, ну, можно последствия на природе. Нет специальных мест, но можно найти огромное место и там стрелять. Это не совсем законно, но не совсем незаконно. В Грузии, конечно, есть военные стрельбища, но гражданских на эти стрельбища не пускают. При этом здесь зарождается высокоточная стрельба и практически все местное оружейное сообщество знает о том, что сборная Грузии едет на чемпионат мира. Пока что уровень высокоточной стрельбы здесь не очень высок, но, понятное дело, это вопрос времени. Если присмотреться, то символизм оружия виден повсюду. На машинах наклейки тех, кто любит охоту, а люди с удовольствием стреляют в тирах. Кстати, обратите внимание, что рука Грузина, наблюдающего за стрельбой, так и тянется к рукоятке, но палец на спусковой крючок не ложится. Покупка ружья или карабина разрешается уже с 18 лет, а пистолета с 21 года. Есть лицензии трех типов. А. На хранение. Б. На хранение и ношение. И третий тип. На ношение табельного оружия. Номер ствола и модель. И вот тут написано, что у него есть право на ношение на стрельбе оружия. Запрета на передачу оружия нет. Запрет на передачу оружия порождает массу неоднозначных ситуаций. Когда, например, вам необходимо на время сдать куда-то оружие, чтобы, скажем, посетить массовые мероприятия. Или же, если вы на тренировке сломали ногу, то с собой оружие в больницу не взять и с ним нужно что-то делать. И согласно текущему российскому законодательству, вы непременно нарушите закон и у вас конфискует оружие. Согласно открытой статистике, преступлений с применением законно купленного и зарегистрированного оружия практически нет. Более того, очень малая часть преступлений совершается с применением огнестрельного оружия. Почти всегда орудием убийства становится нож. Кстати, местные законодатели недавно попытались отреагировать на это, внеся изменения в административный кодекс. Это запрет на ношение ножей. Если вы носите нож вот так, как у нас это делают в кармане, то получите штраф 200 лари или около 80 долларов. Довольно существенный штраф и административка вам в карму. Забавно другое. Вы можете носить этот нож у себя, например, в сумке или в навесной сумке с быстрым доступом. Какая разница, достанете вы быстро его из кармана или достанете вы его, например, из нагрудной сумки, по времени разницы не будет. Тем не менее, законодатель решил такое ограничение внести. Якобы это ограничение должно было помочь с проблемой преступности на улицах, когда люди, молодые люди особенно выхватывают нож. И вот бывали случаи, когда наносили увечья или даже происходили убийства. Но, насколько я знаю, никакого снижения преступности не произошло. То есть, этот запрет, который не сработал. И вообще, многие запреты основаны не на том, чтобы наладить правильное дело, не на том, чтобы создать условия, а просто внести. Запрещено. Такого рода запреты происходят в результате каких-то, как говорят, резонансных случаев. Кто-то кого-то зарезал, и это действительно было так здесь в Грузии, и принимается закон. Но принимается он политиками для получения определенной политической выгоды. Ну, не для того, чтобы действительно решить проблему. Как правило, вот такие запреты не работают. Ну, мы это хорошо знаем по нашим российским примерам. Что касается преступности, то попасть в беду можно, конечно, в любой стране. Наверное, даже в Швейцарии или Швеции. Ну, в Швеции наверняка. Но, в целом, я слышал, какая прекрасная полиция в Грузии о том, что это подготовленные ребята, полностью обновленный штат. Ну, какие-то все-таки негативные там изменения тоже имеют место быть. Как там римляне в свое время говорили. Ты носишь меч постоянно, чтобы он пригодился тебе всего лишь один раз. Итак, насколько актуально ношение пистолета в Грузии? Это большой вопрос. С одной стороны, преступность невысокая. С другой стороны, почти везде на окнах первых и даже вторых этажей установлены стальные решетки. Что в какой-то мере свидетельствует о том, что люди озабочены своей безопасностью. Во всех крупных городах на улицах довольно много полиции и патрулей. Кстати, здесь принято держать световую сирену включенной. Полицейские мирно сидят, общаются друг с другом и с туристами или залипают в телефоне. В целом, атмосфера мне показалась спокойной. А что было бы, если бы у некоторых граждан в это время где-то в скрытой кабуре находились бы пистолеты? Я думаю, что ничего особенного не было бы. И опаснее точно не стало бы. Почему я так считаю? А потому что у людей и так на улицах есть пистолеты, которые они скрытно носят. Мы уже упомянули большую группу людей, которым разрешено ношение. И некоторые из этой группы носят пистолеты, чему я и был свидетелем. С другой стороны, когда я жил в Таиланде, многие там носили пистолеты и возили их в машинах. И ничего особенного криминального там не происходило. Хотя ношение в Таиланде это вопрос очень сложный. И почти все люди, которые носили эти пистолеты, носили их незаконно. К стрельбе на улице приводит другой механизм. И это не тот механизм, который связан с разрешением на законное ношение оружия. А наоборот, в первую очередь, оружие машут тогда, когда преступник не боится, что за это ответит. Ну, оружие машут еще и на свадьбах. Ну, как говорится, это другое. В Грузии нет ограничения на вместимость магазина. Можно пользоваться магазинами любой емкости, хоть на 200 патронов. Ограничения по количеству стволов для приобретения тоже нет. Есть система баллистической проверки. Аналог нашей пули-гильзотеки. То есть отстрел оружия, сохранение базы данных о следообразовании на пули-гильзе. В нашей стране эта система так и не смогла доказать никакой полезности. Здесь похоже тоже. Не раз уже говорилось о том, что это пустая трата денег и лишние работы и для МВД, и ненужные хлопоты для гражданина. Зато запрещено травматическое оружие. Да, вот так вот. Как вы думаете, почему? Напишите в комментариях, считаете ли вы обоснованным запрет на травматы при разрешении на настоящие пистолеты и почему вы так думаете. Будет интересно узнать ваше мнение. Грузинское законодательство не стоит на месте и сейчас ожидаются некоторые изменения в законе. В частности, идет дискуссия над ограничением минимальной длины ствола и о запрете на возможность выстрела со сложным прикладом. Таким образом осуществляется борьба с коротким оружием, которые возят для самообороны в автомобилях винтовки, которые можно использовать для того, чтобы защищать себя от нападения. Интересна последовательная позиция грузинского государства относительно того, чтобы не дать возможности защищать себя с оружием в руках, если вы не принадлежите определенной группе граждан. В августе должны ввести требования при перевозке использовать замок новой СМ. Это изменение связано с тем, что имели место несколько случаев, когда полиция ловила граждан, которые возили заряженное оружие для самообороны в машинах. И опять та же история. Как было сказано выше, перевозка пистолета даже на ремонт позволяется только по специальному разрешению из полиции. Перевозка пистолета даже в ТИР была не разрешена, но ведется дискуссия о скором разрешении перевозки по специально согласованному графику. Кстати, наказание за перевозку и нелегального и легального пистолета одинаковое. От 4 до 7 лет тюрьмы. При этом суды в Грузии в целом независимые и вместо тюремного срока могут назначить просто штраф, если человек зарекомендовал себя как законопослушный гражданин. Тут смотрят на историю человека. Друзья, все-таки языковой барьер и не очень хороший перевод местного закона об оружии помешали во всех деталях изучить специфику вопроса. Поэтому если я допустил какие-то неточности, то обязательно поправьте меня в комментариях. Очевидно, что местное законодательство содержит больше прав для граждан в плане обращения огнестрельного оружия, чем например в России, не говоря уже о многих других странах. Тем не менее, я достаточно подробно раскрыл эту тему и вам самим судить, насколько здесь хороший или плохой закон. А на сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.